Улица Воровского. Со специалистом САХА отправляемся в рейд. В первой очереди сетевой продуктовый магазин. Подождите, пожалуйста, договор на вывоз мусора у вас есть? Я не знаю, это надо профессионально. Вот это вот не надо, я не буду с вами разговаривать. С таймерами, что, звезду нашли? Разговаривать о договоре на вывоз мусора в магазине отказались. Впрочем, в спецавтохозяйстве и так знают, что никакой бумаги нет. Проверили в реестре. Еще одно подтверждение тому – вот это короткое видео, снятое сотрудниками САХА. Магазин «Черемушки»? Да. А номер договора не знаете? А у меня нету, не знаю. В соседнем кафе та же картина. О договоре здесь знать не знают. Отправляемся в это же заведение на соседней улице. Бумагу нам не показывают, но уверяют – мусор складывают в специальный контейнер и вывозят. Вот только куда – не уточняют. В отличие от этой пиццерии, которой, очевидно, скрывать нечего. Договор у компании заключен. Предприятие работает честно, оплачивая все коммунальные услуги. Я лично спокойно, я люблю порядок. Все четко. Мы наносим мусор, аккуратно складываем. Большой мешок. САХАВСКИЙ? Да, по-моему, вечером вывозят. Удобно. Но таких примеров немного. На улице Воровского было проверено 145 кафе и магазинов. Оказалось, что 84 предприятия выбрасывают отходы в контейнеры САХА, никак их не оплачивая. Одним словом, наносят колоссальный финансовый ущерб спецавтохозяйству. Мы хотели привлечь все-таки внимание тех недобросовестных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые хотят, чтобы город был чистый, мусор убирался своевременно, чтобы контейнеры все были не поломанные, не грязные, машины наши своевременно приезжали, тоже были чистые. Однако, вывозя очень много никем не оплаченного мусора и осуществляя такие незаконные сбросы, они наносят убытки нашему предприятию. И касается это не только кафе и магазинов. Хостелы и мини-гостиницы – это отдельная проблема для САХА. В большинстве своем такие небольшие объекты размещения не заключают договор на вывоз мусора. Между тем, за сезон они принимают тысячи туристов. Гостевые дома получают неплохую прибыль, а САХ терпит убытки. Ведь даже неучтенный, а соответственно и неоплаченный мусор с контейнерных площадок все равно приходится вывозить. В хостеле на улице Цурюпы ситуация уже привычная. Есть ли заветная бумага, уверяет администратор, знает только хозяин мини-отеля, которого на месте нет. А в магазине на первом этаже гостиницы честно, хотя и не на камеру, признаются. Мусор выбрасывают, никак не оплачивая услугу. У нас он не заключен. Самое главное. Почему он у вас до сих пор не заключен? Вы работаете? Давно уже. Специалист спецавтохозяйства выписывает уведомления с просьбой заключить договор на вывоз отходов. Впрочем, одним разговором дело может не ограничиться. Краевым кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы. Для юридических лиц от 15 до 50 тысяч рублей. Вот только выписать такой штраф непросто. Всем лицам, которым назначен штраф, есть сроки оплаты. Если они их не соблюдают, то включается процесс принудительного взыскания данного штрафа. С юридическими лицами, да, безусловно, работа сложнее, потому что существует ряд ограничений, установленных федеральным законодательством, и просто прийти проверить наличие договора достаточно сложно. Проще с физлицами, обычными горожанами. Наличие договора здесь проверить проще, да и на контакт они идут легче. Только за последнее время, благодаря работе мониторинговых групп, у САХа на несколько сотен абонентов стало больше. Впрочем, в предприятии отмечают, компания не настаивает, чтобы договор на вывоз ТБО заключали именно с ней. В городе есть и другие предприятия по утилизации отходов. Единственное пожелание от спецавтохозяйства – видеть на своих контейнерных площадках только тот мусор, за который исправно платят.